Всем привет, мои хорошие, мои любимые, я дома. Видите, какой я красавца вам показываю. Этим красавцем восхищалась Ольга Сунска, Роксолана украинского клевачения. Она вот так подошла и давай его... Ой, как же, боже, какой кот, начала гладить, даже в нем нет ни капли белого, он весь рыжий. И глаза рыжие, гляньте. Гляньте, какое чудо, пухностое. Какое оно хорошее, какое оно любимое, какое оно родное, родное. Все, паскуда мало. Считаетесь, ты чинишь, что оно подлюкодилится на них? Не, не пущу. Ай, вы не повыздыхаете, я тебе не пущу. Вот и самый лучший. Не, котяра такой. Мяу. Значит, девушка Данила Букреева, Полина. Все знают, что у него есть девушка. Кто не знает, то и знает. Кто не знает, так и Данил Букреев тоже узнает. Это парень был, когда у меня было, наверное, человек там 200 или 250 подписчиков, он сказал о моем канале, в своем канале. Он делал обзор, у него там на тот момент 1030, наверное, было. Он сказал, вот я смотрю, там Вейла, там такие смешные видео, там трусы в мире, все такое. И, короче, он меня прорекламировал. У меня вышло сразу, наверное, полторы тысячи подписчиков. Вот это было для меня тоже так, аж такая радость была, что человек просто так обо мне сказал. И в свою очередь я тоже хочу поддержать канал его девушки. Она занимается кулинарией. И я так понял, Данил снимает видео, причем классно снимает. Они так показывают руки, как режут, потом как кидают, как оно там крутится. Интересно снимаете, конечно, вы, Данил. Я желаю вам удачи, развития. И вот кто из моих подписчиков заинтересуется, то, пожалуйста, можете пройти по ссылке. Ссылку я оставлю внизу на канал Полины. Поэтому спасибо тебе, Данил. Я старую хлеб-соль помню. Я сегодня был в драмтеатре, в русской драме в Днепропетровске. У нас режиссер ставит летучую мышь, немножко переделывает. Уже один спектакль он провел уже. И сейчас готовимся ко второму спектаклю. То есть по чуть-чуть меняет нам постановку. И он поставил спектакль в русской драме «Секрет вечной молодости». И вот сегодня он сказал, есть спектакль, у кого-то, кто хочет, может посмотреть. Я, значит, пошел, посмотрел. Сиди, как ты любишь. Вот так, давай. Вот так. Вот. Вот так, все. Сиди, как ты любишь. Сиди, вот так. В общем, я посмотрел этот спектакль. В общем, сюжет спектакля в том, что показывает, значит, действия, какую-то контору адвокатскую, где идет расследование, то есть идет судебный процесс. Значит, наследник хочет получить свое наследство, какие-то 140 миллионов, но у него нет отеца или там прадед не оставил завещание. Получается, что адвокаты, которые ведут это дело, они уже умирают, и их дети становятся как бы продолжателями этого процесса. И также наследники умирают, и их следующие уже дети становятся тоже как бы дальнейшими наследниками. И вот появляется женщина. Она певица. Они все восхищаются. Значит, эта женщина начинает рассказывать, что там в шухлядке, в этом замке, лежит в такой-то номер, там много ячеек, говорит, лежит в стопках, вот такое письмо. Это есть, мол, завещание. А все ж откуда, мол, ты знаешь, ты шутишь, ты чокнутая, ну, короче. И, значит, чокнутая, чокнутая, они поехали и находят это письмо. Но она говорит, там есть еще одно письмо. Отдайте, говорит, мне это письмо. И она ей не отдают, типа, это не ваше, какое вы это соотношение. И она переспала там с одним мужиком. И он говорит, ты меня обдурила, это было холодное, как лед, короче, на, тебе письмо отдал. Я, говорит, как будто с трупом спал. Со залетучими мышами падали, летают, и он дается. А тебе поохотюсь, охотник. Ну, и, значит, шок. Оказывается, эта женщина была маленькой девочкой, лет 12 был, у нее был отец. Ну, все свелось к тому, что этой женщине, значит, не, там, не 40 лет, как певице, а ей уже 330 лет. И она рассказывает, что я была маленькой девочкой, мой отец был, значит, химик. И он изобрел для какого-то императора секрет вечной молодости, то есть напиток. Но император побоялся этот напиток пить, падла пухлята. Император побоялся пить напиток, и говорит отцу, напои, мол, свою дочку. Он боялся, что его отравят император, говорит, напои свою дочку. И он ее напоил. Она говорит, и мне так стало плохо, я болела, я валялась, лежала. И, говорит, ну, император подумал, что, значит, отец обдурил и его казнил, а я, говорит, убежала. Откуда, говорит, было знать императору, что я проживу 300 лет? Когда вот эти люди в адвокатской конторе, хозяин замка, наследник, там, юрист, потом еще историк один узнали, что есть, значит, вот этот секрет вечной молодости, они стали споить. Эта женщина, мол, напылась, валялась где-то там в соседней комнате. Они стали рассуждать, мол, кому этот секрет вечной молодости отдать? То есть, кто должен им обладать? Один говорит, давайте отдадим ему всему человечеству, пусть люди живут по 300 лет, говорит, ведь люди так мало живут, 70 лет, ты не успеешь чего-то научиться, не успеешь что-то понять. Люди умирают при смерти, говорят, что мы только стали профессионалами своего дела, давайте отдадим людям. Второй говорит, да, нет, не за людям, потому что там и хорошие, и плохие есть, давайте давать только самым лучшим, то есть ученым, таким научным каким-то исследователям, спортсменам, самым смелым, чтобы у нас было самое лучшее общество. А второй говорит, а кто же будет это заниматься? О, он будет раздавать это, кто будет вычислять, кто самый лучший, кто самый смелый. Говорит, вы меня считаете вот самым лучшим? Он говорит, нет, не считаю. Значит, наследник говорит, нет, секретом будет обладать только я, потому что и моя семья, потому что мы как бы владельцы наследства, и нам, значит, это и письмо, и секрет здесь. И вот эта женщина оклыгала трошки, ну, то есть пришла в себя после пьянки, рассказывает, Боже, говорит, если бы вы знали, как ужасно жить 300 лет. Говорит, ты не можешь любить 300 лет, ты не можешь ждать 300 лет, ты не можешь надеяться 300 лет, жизнь становится невыносимой, говорит. Ты живешь, твои любящие люди умирают, твои дети умирают, то есть ты только владеешь этим секретом. Ну, непонятно, почему она не давала детям напиться, допустим, тот секрет. Ну, то есть она говорит о том, что ужасно, кто-то из вас, говорит, способен жениться на одном человеке на 300 лет, или там еще что-то. Ну, в общем, она рассказала, как это невыносимо, говорит, у меня 200 лет уже болит голова, я ничего не могу с этим сделать. А ты мне уже полтора года голову морочишь, Томас, понимаешь? Берем, ты из меня въешь, вот такой, ох, такой. И, значит, и когда ей сказали, а зачем же вам тогда этот эликсир, что ж ты переспала, мол, за эту бумажку? Она стоит и кажется, говорит, а я смерти боюсь. О, что значит, человек боится смерти даже в таком состоянии, когда он, казалось бы, измучен жизнью, он боится смерти. Вот это, конечно, ужасно. Ну, вообще, драмтеатр для меня это такое место, откуда я выхожу, страдая, как бы сказать. Потому что это моя нереализованная мечта, быть драмактером у меня не получилось. Мне всегда, когда я прихожу в драмтеатр, у меня аж, аж, а потом у меня депрессия после этого. Ну, спектакль классный, безумно классный спектакль. Две девочки идут маршрутки, одна другая говорит, ой, представляешь, сегодня приходят, один-то встучий, так и до меня, каже, давай познакомимся. Я говорю, я мне нельзя ознакомиться. А он говорит, а что, а то, что я замуж. А он говорит, ну, так и что, я тоже женат. А вторая говорит, ты кому сказала, в спортзал иди. А она говорит, да и мой спортзал, мы поможем. Вот такие-то встучи. Так что все, потемнило. Записываю, а тогда я второй раз рассказываю, вы что думаете? С первого раза. Позвонили, черти откуда, и сбилось, а я поставил, не беспокоить режим. А что же не беспокоить, как оно сбился у меня телефон. Вот когда видео снимаешь, кто-то позвонит, все, до свидания, видео пропало. А я болтал-болтал, вот это рассказывал, это эликсир молодости, про все на свете. Чего вороны живут 300 лет, я не могу понять. На что оно им надо? Чтоб смеяться с людей. Все, пока, мои хорошие. Ляпс! Помордяти! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok